Установка Windows XP с дискет на современный компьютер. Часть вторая. Приветствую дорогие зрители. Сегодня с вами Исид Смарт. И в этом видео мы рассмотрим установка нашей операционной системы Windows XP. Будем ставить его с наших дискет. Вот на эти самые 6 дискет мы нарезали наш Windows XP. В прошлый раз мы не могли установить Windows XP на современный компьютер. А в этот раз мы будем устанавливать его на более старое железо. Если с третьей дискета не загрузится, значит проблема с нашими файлами на третьей дискете. Возможно проблема вкроется в том, что на диск неправильно записался. А третья дискета была восстановлена. И возможно это восстановление сыграло роль и в итоге мы не можем загрузиться с этих самых дискет. Как хочется поставить Windows XP на более старый компьютер. Надеюсь мы его установим и увидим как он выглядит. Потому что XP с дискет наверное очень интересно увидеть. Потому что... Ах! Куда третий и последний дискета укатилась? Вот наш жесткий диск. Идеешный жесткий диск. И именно на идеешный жесткий диск мы будем устанавливать. 40 гигабайтный идеешный жесткий диск. Вот старый компьютер. Вот этот самый старый компьютер на иде разъеме. А также вот наш флоппи дисковод на который мы будем устанавливать. Если мы сейчас нажмем два раза кликнем на наш дискету. Просто нажмем Enter. То мы попадем в этот самый файл. Вот мы открыл. Я открыл эту флоппи дискету. На эту дискету. Третью дискету. Я именно перезаписал. Вот у меня дискета. Новый дискета. Раньше он использовался для MS-DOS 6.22. А теперь в нем третий дискета. Все файлы перезаписаны. И теперь попробуем с него загрузиться. Я перезапись сделал. На эту самую третью дискету. Надеюсь теперь третий дискета сработает. И мы сможем установить на более старое железо. Потому что так жаждем установить эту операционную систему. Но очень сильно жаждем. Я подключил старую клавиатуру и старую мышку на PS2. PS пополам. И теперь давайте попробуем загрузиться. Вот наши дискеты. И вот наши третьи дискеты. Которые мы не будем пользоваться. Это там самая третья дискета. Вместо него мы запустим MS-DOS. Который у нас. Третью дискету перезаписали. Давайте теперь попробуем загрузиться. Вот наш флоппи дисковод. Подключаем нашу дискету. При этом давайте включим наш компьютер. Происходит запуск с нашего старого компьютера. Вот наша клавиатура. Нажимаем клавишу F11 также. И вот наш флоппи дисковод. Второй по списку. Нажимаем на него. И у нас происходит запуск. Только бы ты загрузился бы. Только бы до третьей дискеты мы сейчас дойдем. А дальше видно будет. Давай грузись операционка. Ну что ж ты так долго считываешь. Это старый компьютер. На нем возможно будет дольше считывать. Еще мы устанавливаем на 40 гигабайтный EDE жесткий диск. Вот у нас программа установки. Подготавливает компьютер. Все же дольше считывает. Но все же считывает. Установка Windows. Нажмите F6 если требуется установить особый драйвер. Все то же самое как бы обычную установку мы делаем в Windows XP. Но сейчас он должен затребовать второй диск. Вот он требует второй диск. Мы давайте подкручим второй диск. Эту дискету убираем. Убрали эту дискету. Подключаем вторую дискету. Подключили вторую дискету. Нажимаем Enter на клавиатуре. И происходит считывание со второй дискеты. Ждем пока затребует третий диск. Самый волнительный момент у нас будет третий диск. Вставьте диск установочный диск третий Windows XP. Ну что ж. Теперь у нас остается вставить наш MS-DOS который мы перезаписали. Вот наш третий диск перезаписанный. Старый Windows XP третий диск. Он почему-то не загружался. Но сейчас мы попробуем новый перезаписанный диск. Давайте третий диск переставим. Второй диск убираем. Подключаем третий диск. Сейчас самый волнительный момент. Что у нас произойдет. Как у нас пройдет копирование дальше. Этот самый пересобранный диск. Нажимаем Enter на клавиатуре. Происходит, продолжается наше копирование. Загрузка файлов. Уровень аппаратных библиотек и DLL от латчика ядра. А дальше. Друзья. У нас установка происходит дальше. То есть третий диск который испорчен был. Он пошел дальше. Я на другой дискету скопировал. И на старом компьютере он запускается. То есть на новом компьютере он не запускался. А на старом он реально проходит дальше. Третий дискета. Она отрабатывает. Друзья. Как же я рад что у нас все проходит успешно. У нас копируются файлы. Поддержка под СМЦ. Загрузка драйвера шина PCIe. Вау. Друзья. Третий дискета. Прошло успешно. А у нас впереди еще три дискеты. Надеюсь эти три дискеты не испорчены. И копирование будет успешным. Надеюсь все это пройдет успешно. Ну просто я на это надеюсь. Сейчас загрузка файлов происходит. Третий дискета. Отработал. Я думал он не будет работать. Я прям думал что вообще не получится у нас ничего. Но на старом компьютере все запускается. Это вам не новый компьютер. На старом компьютере без зависонов все загружается. Ну вот так вот друзья. Вот что происходит когда мы загружаемся на старый. На старый компьютер. Ставьте диск. Установочный диск 4. Он требует уже четвертую дискету. Четвертую дискету. Эту дискету убираем. Она отработала. Ставим четвертую дискету. Вот наша четвертая дискета. Ну давай, только бы ты загрузился Подключили четвертую дискету Теперь нажимаем Enter на клавиатуре Нажимаем Enter И происходит дальше копирование Здесь у нас подождите, ждет Загрузка файлов, поддержка динамических дисков DMLOT DMIO Ждем, пока полностью теперь скопирует С четвертой дискеты Друзья Как я устал ждать Пока он будет копироваться Очень долго копирует Посмотрите только Сколько он там копирует И это только начальный запуск установки Windows Дискета просто Разрывается Флоппи дисковод вообще урчит Сколько еще ждать Мне этого, этой установки Наверное долго ждать Это копирование Ай Ах, как долго, даже на старый комп Он долго заводится Эх, эти дискеты, как же вы долго Читываете Ах, придется только ждать Ай, я проснулся О, вот что-то там остановилась Запись Он не урчит дискета Значит, 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 значит Он уже скопировал все нужное Вставьте диск пятый Вставьте диск пятый Установочный диск пятый Ну ладно, вот наш пятый диск Дискета Давайте его вставим Четвертый дискет отработал Прошло успешное копирование А теперь пятый дискета Так, нажимаем Enter на клавиатуре И происходит считывание уже с пятой дискетой Подождите Загрузка файлов с кальзи сидером Но это тоже будет какое-то время Потому что долгая установка будет Поэтому Эх уж эти копирования дискет Ой, как долго Ой, как долго Эх, чё-то вон тишина какая-то Непонятная тишина Значит, наверное, он еще Скопировал уже все Ставьте диск Установочный диск шесть Последняя дискета Ну наконец-то уже последняя Ну уже пора уже полностью скопировать XP5 убираем Она отработала, на ура Теперь подключаем шестой диск Шестой диск Нажимаем просто Enter Продолжить Черный экран И теперь у нас ошибка Hard Error Unknown Hard Error С чем это связано? Ну почему ты выдал эту самую ошибку? Стоп, С 4 0 221 Unknown Hard Error System Rood System Rood System 32 NT DLL DLL Ой, нет Что это? Что? Шестая дискета Нет, отработала ведь Ну не загрузилась Ему, наверное, старый компьютер нужен, чтобы XP6 загрузилась Еще старее, чем этот Перезагружаю я Перезагружаю Нет, перезагружать нельзя Друзья, мы же ничего не сделали Я еще повторно шесть дискет записываю Ой, блин Черт возьми Черт возьми Ничего не загрузилось Все в режиме IDE здесь установилось Все загружалось Никаких ошибок не должно было быть Но ошибка Hard Error Значит ему 40 гигабайтный жесткий диск Большой для него что ли? Здесь проблема не с жестким диском Может быть оперативной памяти здесь много? Здесь гиг оперативной памяти Но в чем дело? Все шесть дискет записалось нормально Все загрузилось Был черный экран Ничего не удалось сделать, друзья Я пытался записать его Третий диск мы перешагнули Четвертый, пятый, шестой диск перешагнули Но дальше установка не прошла успешно Вывел этот синий экран смерти Стопция 0,0,0,0 2,21 Анкном Хартер Рашик с жестким диском пишет С жестким диском проблемы не было Здесь 40 гигабайт и IDE-шный жесткий диск Че тебе надо вообще? Почему ты не грузишься? Подпишись, подпишись Подпишись, мой друг на мой канал, ты подпишись И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось Ты мне лайк, если видео тебе понравилось Продолжение следует...